Владимир Святославич родился примерно в 955-960 годах в селе Будятини под Киевом. Владимир, потомок великого рода Рюриков, незаконнорожденный сын князя Святослава Игоревича и ключницы княгини Ольги Малуши, разгневанная княгиня, узнав о прелюбодействии своей рабыни с сыном, сослала беременную малушу подальше с глаз долой, но не отказалась от внука, рабичича, сына рабы. Когда Владимиру исполнилось три года, она забрала его в Киев и отдала на воспитание своему брату-воеводе Добрыне. Князь Святослав все время проводил в военных походах и мало интересовался внутренними делами подвластных земель. Поэтому он раздал принадлежащие ему территории сыновьям. Ярополку достался Киев, Олегу, Древлянская область, Современная Беларусь, а Владимир получил Новгород. В 972 году Святослав Игоревич погиб в бою с печенегами, и его наследники стали полноправными хозяевами своих владений. Но вскоре между братьями началась междоусобная война. Причиной послужила смерть соратника Ярополка от руки Олега. Разгневанный Ярополк принял решение наказать брата и отобрать у него Древлянские земли. В первом же сражении войско Олега было разгромлено, а сам он погиб, задавленный на мосту убегающими в панике дружинниками. Ярополк присоединил захваченные земли к своим владениям и устремил взгляд на Новгород. Почувствовав опасность, Владимир сбежал к своим друзьям-варягам в Скандинавию, и Ярополк стал единовластным правителем всей Руси. Но ненадолго, Владимир не сидел за морем, сложа руки. Он быстро нашел себе союзников, собрал войско и через два года вернул себе Новгород. Местные жители встретили князя с восторгом и пополнили ряды его дружины. Почувствовав свою силу, Владимир решил и дальше отвоевывать у брата русские земли. Для начала он направил свое войско в Древлянские земли, захваченные братом у Олега. Расчет оказался верным, жители не очень жаловали наместников Ярополка и быстро перешли на сторону Владимира. Чтобы окончательно укрепиться в этих владениях, князь решил жениться на дочери влиятельного полоцкого князя Рогволда Рогнедя. Однако красавица отказала Владимиру, прилюдно обозвав его сыном рабыни, и предпочла видеть своим мужем Ярополка. Месть разгневанного Владимира была ужасна. Его дружина захватила и разрушила до основания Полоцк, а Рогволд и его семья были жестоко убиты. А перед этим Владимир, по совету верного наставника Добрыни, изнасиловал Рогнеду на глазах у родителей. Сразу после этого он направил свои войска на Киев. Испуганный Ярополк не был готов к сражению и, укрепив город, приготовился к длительной осаде. Но это не входило в планы решительно настроенного Владимира, и он придумал, как выманить брата из города хитростью. Князь подкупил воеводу Ярополка Блуда, который убедил его бежать в родень. Там Владимир под предлогом переговоров заманил брата в засаду и убил. Он взял в жены беременную супругу Ярополка, которая вскоре родила сына Святополка, и стал единовластным правителем Руси. Добавив к своему войску дружинников Ярополка, Владимир вошел в Киев. У него уже было достаточно своих воинов, чтобы отказаться от помощи варягов, которые к тому же привыкли грабить захваченные земли. А Киев на разграбление Владимир отдавать не собирался. Поэтому, оставив себе самых преданных и талантливых соратников, остальных отправил в Константинополь, посулив им золотые горы и новые возможности для обогащения. А сам попросил византийского императора взять их себе на службу и развести по разным местам, тем самым оказав ему военную помощь. Реформировав свое войско, князь приступил к укреплению собственной власти. За основу он решил взять языческую религию, которая должна была оправдать привычный ему разгульный образ жизни, князь имел пять законных жен и около тысячи наложниц. Владимир построил в Киеве капище, где были сооружены огромные идол и главных языческих богов. Там регулярно устраивались обряды и жертвоприношения, которые, по мнению князя, должны были укрепить его власть. До наших дней дошло изображение главного бога Перуна с человеческой головой в шлеме и с усами, олицетворяющего, судя по всему, самого князя Владимира. Первые десять лет его правления Русью ознаменовались многочисленными победами над внешними врагами и объединением русских земель в единое государство. Но с расширением границ на Запад все актуальней становился вопрос смены религии на одну из более распространенных и передовых. Владимир был дальновидным политиком и понимал, что язычество становится препятствием для дальнейшего развития Руси. В его землях уже давно появилось большое количество приверженцев христианства, среди которых была и бабка Владимира, княгиня Ольга. Тщательно взвесив все за и против, переговорив с влиятельными представителями различных конфессий и посоветовавшись с мудрыми старцами и вельможами, Владимир решил остановить свой выбор на христианстве, принятие которого сулило бы для Руси дополнительные выгоды в отношениях с Византией. Владимир не раз оказывал константинопольским правителям военную помощь, поэтому решил попросить в жены их сестру Анну Византийскую. Императоры ответили согласием при условии, что русский князь примет христианство. Однако принцесса категорически воспротивилась решению братьев и отказалась выходить замуж за Варвара и Бастарда. Разозленный Владимир направил своих дружинников в Тавриду и взял в осаду город Корсунь, ныне Херсонес в Севастополе. После этого он снова попросил руки принцессы, на этот раз пригрозив, что в случае отказа такая же участь постигнет Константинополь. Императорам ничего не оставалось делать, как уговорить Анну и отправить ее к жениху в сопровождении священников. Роскошная свадебная флотилия вскоре прибыла в Корсунь, где и состоялось крещение Владимира. По легенде, князь к тому времени почти ослепший, во время обряда крещения прозрел, и проникшись Божьей благодатью, тут же окрестил своих бояр и дружинников. Там же, в Корсуне, состоялось бракосочетание Анны и Владимира, получившего при крещении имя Василий в честь одного из братьев невесты. В знак благодарности Константинопольским императорам князь вернул им богатые свадебные дары и великодушно отдал Корсунь. Вернувшись в Киев, Владимир тут же крестил своих сыновей, а через время и жителей города, собрав их на берегу Днепра. Став ревностным христианином, князь приказал разрушить капище языческих идолов и соорудить на этом месте церковь святого Василия. Тогда же при участии византийских мастеров был воздвигнут храм Пресвятой Богородицы, названный Десятинным в честь десятой части государственных доходов, которую Владимир распорядился отдавать в пользу церкви. Во все свои земли князь направил священников и просветителей, которые были призваны распространять новую веру на Руси. Владимир отказался от прежних жен и наложниц и признал Анну единственной супругой, данной ему Господом. С ее помощью он занялся просветительской деятельностью, организовывая специальные учебные заведения для русских священников, и издал новый церковный устав, который получил название «Кормчая книга». Он щедро раздавал земельные угодья под строительство церквей и монастырей и приобрел для русских монахов скит на горе Афон. При Владимире были отчеканены первые русские золотые и серебряные монеты, благодаря которым до нас дошли прижизненные изображения князя. Как истинный христианин, он заботился о неимущих и страждущих, открывал больницы и школы, раздавал помощь бедным и голодным. Но в остальных русских землях процесс христианизации шел не так гладко, как в Киеве. Некоторые области отказывались следовать новой вере, что вызвало народные бунты и восстания, которые приходилось подавлять силой. В остальном князь занял довольно миролюбивую политику, прекратив завоевательные походы и переключив все внимание на укрепление границ государства. За этот период были построены немало городов-крепостей, в которых правили его сыновья. Лишь бесконечные набеги печенегов вынуждали Владимира периодически браться за оружие. Последние годы великого князя были омрачены конфликтом между его сыновьями, вылившимся в новую междоусобную войну. У Владимира было 12 сыновей, каждый из которых владел своими землями. Любимцами отца были младшие Борис и Глеб, поэтому когда Владимир к концу жизни решил завещать трон Борису, это вызвало возмущение старших сыновей Святополка и Ярослава. Святополк, сын вдовы Ярополка, усыновленный Владимиром, с детства питал ненависть к князю, убившему его отца. Женившись на дочери польского князя и заручившись поддержкой поляков, он решил претендовать на трон вопреки воле Владимира. Заговор был раскрыт, и Святополка заточили в крепость. Через некоторое время взбунтовался новгородский князь Ярослав, отказавшись платить Киеву дань. Владимир лично возглавил войско и отправился на сражение с сыном, но по дороге заболел и неожиданно скончался. Святополк воспользовался моментом и решил претендовать на освободившийся трон. Однако киевляне взбунтовались и стали требовать посадить на престол Бориса. Тогда Святополк надумал избавиться от конкурентов и коварно подослал к Борису и Глебу наемных убийц. Следующей жертвой кровавого Святополка стал брат Святослав, повелитель древлянских земель. Разбираться с взорвавшимся братцем пришлось Ярославу. Он выбрал время, когда у Святополка не было поддержки польского войска, и двинул свою дружину к Киеву. Святополк не пользовался любовью и поддержкой горожан, поэтому вынужден был бежать. Во время сражения на реке Альт князь был убежден.